Чтобы измерить температуру, я ставлю на батареи градусники. Измерять температуру батарей житель Сюмбике-79, бывший аппаратчик Олег Петров, начал с ноября месяца, как только получил квитанцию за услуги ЖКХ. Если раньше, когда работала старая схема расчета, за 100 квадратных метров он платил за тепло 2,5 тысячи, то этой зимой сумма составила 2 900. На 9 этаж поднялся, замерил температуру на батарее самой. Потом спустился на 2 этаж, замерил на 2 этаже. У меня разница получилась по моим подсчетам, это 19 градусов здесь, вот самое максимальное было. И хоть температура батареи у жителей дома везде разная, пенсионер уже подсчитал, что схема 1,8 для жителей этого дома выгоднее где-то на 1000 рублей. Все же, по расчетам Олега Ефимовича, нижнекамцы могли бы платить за тепло намного меньше. Свою доказательную базу, построенную на законах физики, он уже пытался донести до управляющей компании. Я ходил в управляющую компанию, они говорят, ну как вы хотите, если вам честно сказать. Мне сказали так, все хотят жить. Суть расчетов понятна только специалистам. По мнению пенсионера, температура тепла, входящего в дома, отличается от той, что в квартирных батареях. Прежде чем прийти к такому выводу, он не только занимался измерениями, но и обследовал подвал дома. Разница из-за того, что система работает в смешивании, которая понижает температуру. И вот в данный момент, который я зафиксировал в тот день, 11 декабря, 1 февраля, а и марта получается, марта-марта. Разница показалась водящей и подающей квартиры на 10 раз. Измерял пенсионеры температуру горячей воды, что тоже влияет на наши счета. Чем горячее эта услуга, тем меньше расход. В его доме температура воды приблизилась к норме лишь после химической промывки труб. Со своими расчетами пенсионер хочет познакомить и представителей исполкома. Пришел к вам, конечно, с мыслям, что мне организуют встречу с человеком, ну, кто там, Баланде, вроде бы мне сказали, можно подойти, который курирует эти, ну, ЖКХ. В исполкоме города нам сообщили, что с этим нет проблем, и приемы с жителями города проводятся каждую неделю. Уже в следующий вторник в 4 часа дня пенсионера Олега Петрова будет ждать заместитель руководителя исполкома Денис Баландин. Он пообещал, что ответит на все вопросы пенсионера. Мы тоже ждем продолжения. Алсу Юматова, Максим Липин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.